Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По крайней мере, у тебя есть мухляш. Я отжал его у меня, я отжал его Артура. Да, точно. Мы отжали тут между сериями друг у друга все. Один я без... Нормально поделили так, Хабар. Между делом, нам бы еще найти кого-нибудь кабанчика, потому что я не совсем полный. У меня есть пакеты с кровью, в принципе, и жареное мясо. Нет-нет-нет, пакеты слишком толстые для меня сейчас. У меня есть горькое мясо жареное. Вот это хорошо. Мне персонаж хочет есть. Здесь сейчас с новым патчем... Ну, а в этом, кстати, паче, наверное, не трудно бы, да, найти? Нет, там, 1711 тоже мало, и дым, мало воды. Кстати, у кого есть фляжки? У меня есть четыре фляжки. Ну, все, красавцы, будем... Надо заходить на водохранитель. Смотрите, машина. Машина сзади, сзади машина. Слышите? Что-то едет мотоцикл. Лукрытие с мотоцикл. Я могу снимать пацана на квадроцикле. Давай. Я просто не вижу. Вон он едет, да. Снимай, снимай, у меня-то я... Готов, попадание, труб. Отлично. Вот так вот, видите, да, что она хотела? Шустрила, шустрила приехал. Дашао. Так, сразу хочу отметить, что у нас уже никаких иллюзий по поводу людей нет, и у людей, я думаю, по поводу нас не должно быть. Я возьму не вооружение. Отлично, приехал парень. Да, вовремя повелся. Что-то ждет, что такое-то. На самом деле, это был один из самых сложных мастерков, которые я делал. Я, честно говоря, бы не попал. Протис, чего у тебя есть, НГБЕР? Ну, пожалуйста, пусть у него будет... У него моя пушка! У него моя пушка, мне вернутся моя. Я тебя поздравляю. Я соберу с него GPS, если вы не против топора и всего, чего мне не хватает. Я ему возьму пистолет. У него есть стулбокс, кстати, я прикрываю пока. У него ВСД, первый раз такое вижу. Меня радует, что квадроцикл у нас прыгает. И он как бы на двух человек. У него есть дальномер. Я понимаю, да. Дальномер я возьму в сумку к себе. Просто, дело в том, что когда он так прыгает, насколько я знаю, он может взорваться в итоге. Нет, так он не взорвется, Артур. И у него простой бэкпэк. Звали его, неизвестно как. Увы, я... Прости нас. Ты попал не в то время, не в том месте. Не в тот лес. Даже с водой я у него возьму, кстати. Давай возьми, Панкиллер еще может быть. Да. Кстати, я возьму у него этот. ПНВ. У меня и ПНВ же, кстати, исчезло. А я из твоих свой до запасной тебе отдал. Очень удачно серию начали, я вам так скажу. Да, ну как-то, не знаю, с одной стороны, как-то гадостно, так совестливо на душе, что мы убили человека, но с другой, блин, как это прекрасно на мой взгляд. Да. Что решаем с кудроциклом? Ну, я не знаю, нам не нужно, я так могу сказать. А я, я какую-то кнопку на нем нажал, сейчас он бокам дрыгался. А, конечно, в нем, что... Да. Два мяса я беру. И вот как раз. Кровь тоже забираю. Почему он дрыгается? Можно сделать, чтобы он не дрыгался? Можно, дайте мне одну секунду. Просто вот, эээ, я думаю, что этот квадроцикл он нашел благодаря тебе, так что ты имеешь полное право его забрать. Все, он не дрыгается. Я сижу. Я сижу сзади на квадроцикле. И он начал дрыгаться. Так глупо выглядит Вуки такой на квадроцикле. Тебе, кстати, эта винтовка очень идет. Угу. Согласен. Какая, которую я выкинул, Тэнни? СВДшка, которая у тебя была. Ну да, очень шла. Но я ее выкину. Так, мы не расслабляемся, он мог просто в колонии идти. Я придумал, как мы можем сохранить атмосферу. Давай, Артур, ты будешь, или Джек, говорить, кого мы убиваем, кого мы не убиваем. Мне так будет проще. Да запросто. Ну что, прокатить кого-нибудь? А он без бензина! Я видел канистру давно-давно, но я ее не взял. Так, давай Круган до горки. Блин, ну покатай меня. Ладно, поехали. Все время мечтал. Ну-ка. Блин, а он с красной, да? А он отремонтировал его полно. Ой, кто насквозь деревья проедет? А это лагер. Да, это лагер. Это понятно, но страшно выглядит. Ну так он, в общем, катается. Ладно, наша остановка. Теперь меня покатай. А теперь Артур. Я-то на нем катался, вот для вас новиночек. Давай, садись. Ура! Поздали! Я боюсь. Перевернусь. Ой, он у меня почему-то налево поворачивается все время. А ты два раза нажми, чтобы мышкой не управлять. Вот головой крутить, это будет нормально. Ага. Да. 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 Мы завалились у меня на сервере. У меня вы вообще боком грифтуете большинство. Если хочешь, сам покатайся. У меня есть надпись в имитации. Но это очень хорошая новость для нас, потому что на сервере есть машины. То есть теперь мы это знаем точно. Теперь я мил, да? Давай. Что-то он не едет у меня. Блин, что же он делает? Ты меня не знаешь, да? Поверни его чуть-чуть. Он в гору просто плохо начинает. Во-во-во. Великолепно. Орнята учатся летать. Нет, он сломался. Я его сломал. Или бензин. А нет, вон погнали. Бензина полно в нем. Ну как полно? То есть минут на пять хватит. А со стороны били молодого человека, обмародёрили его до нитки, гнали его в квадроцикл, покатались, бросили. Блин, я вас не задам не путаю. Ты не влупись во что ни будь давай. Так, все. Гитал. Кстати, у нас обновление сейчас 1.7.2 было, но пришлось откатиться, потому что оно ужасно просто работало. Сейчас у нас версия 1.7.1.1, да? Да. На ней, как вы видите, обновление, это то, что теперь пишут зомби живых и зомби Total. Total это, в смысле, убитые, но лежат. Да, в смысле, убитые, но лежат. А где Джонет? Я за этим сюда. Там рядом нартобратиюня. Я все пытаюсь его постречением в рюкзаке, но не в том числе. Я думаю, больно тут вертеться, тоже не стоит, он мог быть как разведчика, потому что вполне возможно, они просто проверяли, тут свободно все нет, и потом все могут пригнать в Урал, и у вас хотят. Где вы? Мы вперед идем. Мы вперед пошли. Я тебя вижу, ты ушел дальше, на 180, друг мой. Влез. Не туда. В другую сторону. Я тут бегаю. Блин, мне кажется, нас будут материть за то, что мы наши квадроцикалы оставили. Ну а как он на нем поедет? На двоих человек, он нам не входит. Я понял, да? Остановись. Направо, право руля. Ты же сказал 180. Еще, еще право. Он у нас лагерит. Нет, нет, у нас нет лагерит. Видишь меня? Мы же обратно идем. Мы идем к Грозовому перевалу. А, все правильно, уже налево. Так. Я по-моему единственный, кто не пострадал от этих вот всех откатов, вот версии. У меня как был бэкпэк, амуфляж. Плюин. Плюин. Да меня не особо волны. А у меня камуфляж заправлен. Ну ладно. Кстати, новое обновление вообще замечательное. Теперь появляетесь вы не с Макарычем. С чем появляется народ? С фонариком, бинтом и с чем там еще. И все. И даже еды и воды, по-моему, нет. Еды и воды нет, да. Только один бинт и фонарик. В большинстве случаев я сделаю гайд на эту тему. Да, да, да. Заходи, смотри. Я думаю на болоте, но просто нужно идти там, вот где самую первую серию я делал. Там вот не так много зомби и можно полутать неплохо. Можно. Или около солнечного. Что нам сейчас нужно? Джек потерял свое оружие? А, он уже нашел себя. У меня есть оружие и автомат теперь есть. Згушителем. Наша цель транспорт и возможно разбить лагерь. Правильно? Нет. Ну, наша цель приключения. В принципе, мы их быстро находим. Транспорт это не плотно, да? Давайте там в другом переиграем. Наша цель остаться в живых. Угу. Так, у нас симулятор бега по лесу. Да. Кстати, Шустрила говорил, что вот на этом грузовом перевале у нас бывает такая возможность, если там будет дисконнект, то что будет? Мы паяемся в пустыне в километрах так тридцати от ближайшей цивилизации. Ну, прекрасно. Поэтому мы туда и идем. Ужеистую, ребята, да. Да. Нам терять, в принципе, нечего. Падают сервера, почему бы и не сходить? Сейчас уже постабильнее вроде бы, но все равно это опасно. Да. А когда мы только заходили на этот сервер, у нас был один человек, то есть кто-то вылетел по дисконнектору. Так что я бы тоже особо не расслаблялся, значит, этого сектора вне сервера. У меня же есть GPS. Что такое? GPS умеешь включать. Ну, ты точно умеешь включать. Да, я про то, что я веду вас по компасу и по карте, а потом вспомнил, что сбитняги. У меня GPS нет, у меня GPS забрали. У тебя GPS нет? Когда ты послеваешь с нас с местностью? Угу. Я знаю. И если вдруг у нас какой-нибудь парень лупанет, его ждет виндетта из-за куста. Да, Джек Шепард, а я думал, что умеет, то он умеет у нас снимать людей. А я вот, кстати, Джек Шепард, а тебя Артур вижу отлично, а его в его камуфляже вообще пропил. Я вижу его, но очень плохо. Да, да, сливается вообще. Я думаю, что я тебе скоро, если мы подойдем к кому-нибудь городу и ты будешь крыть, то я думаю, я тебе дам кому кляж раз со снайперкой. А ты не сможешь его снять с себя? Почему? У меня есть простая одежда с собой. А, тогда сможешь. Я одену и тебе это дам. Ну договорились. Когда мы уже распределили наши роли. Ну, мы только что увидели, что снайпер с тебя очень хороший. Потому что я бы, не знаю, даже если бы у меня гаубиц было, я бы и попал по нему в движение. На самом деле, ДМР не очень удачная снайперская винтовка для меня. Я люблю, которая есть из Роинг, чтобы можно было и с километра парня принять. М24, на мой взгляд, неплохая была. Я с ней пострелял. М24 это стойка, с которой ты пробегал. 50 серий не сделал ни одного выстрела. Ну, я между сериями просто. Как только я ее нашел, я увидел корову. И пока эти бежали ее разделывать, я бошку прострелил. Гумар. Ну, вообще, я просто запускаю редактор, и в нем из нее пристрелялся, то есть, Зеленогорск. Там есть же вот этот магазин, где машина спаунится. Я просчитывал ситуацию, если я сижу на пушке, чтобы с нее можно было попадать. И ничего, нормально. Хорошо, присядем тут, я серию с координатами. Ну, давай. А я как раз вас догадил. Ну, что у меня он, видимо, либо в кама, либо почему, но я бегаю медленьче будет. Плохо. Не знаю. Тридцать седьмой, двадцать третий. Так, мы именно в Грозовом перевалу идем или... Скалки. Скалку. Скалку у нас это... Блин. У меня корейская мышь ломается, теперь у меня мышка ломается. Отлично. 0202, короче, скалка. Мы идем великолепно, пошли. Вы готовы? Да, да, да. Джек Шепард. Ты с нами? Никую скалку не вижу в глаза ничего. Ну, ладно. Она... Я увидел, кстати, поплыван наконец. Через двадцать четыре спустя я увидел поплыван, про который ты говорила раньше. Ну да, было дело. Короче, скалка, она вернули прямо мою пушку, с которой я был, и которым ее забрали нечестно. Она же сама. Шаком, да? Катроны вселяют, да? Отлично. И я счастлив. А вот почему шустрил быстрее бегать? Потому что он на спринте бежит. Ты не видишь, что ли? А мы с тобой сейчас бежим. Да я бежим, ребят. Когда пушаешь и бьешь, ты бегаешь быстрее. Так что не удивляйся тому, что от тебя отрывают. Временами спринтуем? Ну, какая-то самая шутка. Ну, два раза В нажал, ничего не происходит. Вот бегу, как бегу. Может тебе на самом деле тяжело? Он и снова руками щик-шик-шик со стороны. Ну, у меня он есть сильно хочет. Ну что? Может покормить шелушаем, да. Сейчас я поем. Ну, у меня, блин, у вас есть... А, у меня банка бобов подходит. Оттуда у меня банка. У меня банка хитпак. Слушайте, вот действительно, как все из башки вылетело. Мне ж мясо дали поесть. Ну, тот парень согласился отдать мне мясо. У меня хитпак отсюда уберился. Еще там были утоляющие. Вот хитпак, если ты не против, я тебя конфискую в скором времени. Я его только что выкинул на землю. Окей, я... Теперь не найдешь его, он гарантирует. Нет, нет, я его вижу. А вон он светится, да? Угу. О, я... А, вот все увидел, да. Кстати, в последних обновлениях... Вот на этом, кстати, обновление, на котором мы сейчас играем, на нем тоже анимация зомби поправлена? Да, да. Замечательно. И добавили какую-то возможность заражения в итоге. Угу. Потому что было то, что в свое время, и помните, я там чехол постоянно. Да, 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 чехол кашлял. А когда ты чехол кашляла, тогда температура падала? Да, температура, но она началась после укуса. Там было как-то все забаговано достаточно. Для снайпера это самое печальное событие. Когда ты начинаешь кашлять, потому что все начинает струстить. Я видел этот ролик на ютубе. Как он? Эстонский снайпер, что ли называется? Он там как раз выцеливает и... Кашлянул в момент выстрела. Кашлянул убил там, короче, вокруг него человек 15. Потом в итоге все-таки в него попал. Ну прикольный ролик такой. Главное, что зомби теперь через стены не бьют. Но их стали респать в маленьких домиках, амбарах, ангарах. И это все выглядит пока что очень глупо. Ну, с одной стороны это выглядит глупо, но с другой стороны это, на мой взгляд, вполне логично и этого стоило ожидать. Я уже представил зомби с... Гонение зомби на тему... Мы в начале серии сказали, вот у нас карма такая. Не найдем машину и тут парень прямо на квадроцикле. Вот прямо сюда, в этот кусочек карты. Да, сейчас опять начнут писать, что он был топленый. Да, да, да. Он специально сюда ехал. Я узнал его нику, он вместе с ними на каждом сервере. Все построено. А про лягушек не забыли, ну, прикунов, как вы это называете. Они же теперь реально опасны. Они теперь бегают, прыгают. Анимация не смогу. Да, в них анимация теперь гораздо быстрее и в голову теперь практически невозможно попасть. Приходится всаживать полную. Ну, не перестали бегать. О, заяц. Где? Справа. А, он заяц только для отдельных игроков. Если ты его приходишь, будет неплохо. А, да блин. Ладно, пошивёт. Я по нему не попаду просто. Ладно, ладно. Я потом сделаю видео, как я сломал заяца. Я очень хочу. Когда добавят лишнее оружие, лишнего боя. Представляю. Представляю, такой. Сотопопом метров за сто начал снимать такой. И так, я подкрадываюсь к этому кэмперу. Кэмперу. Лесному красному кэмперу. Он, кстати, остановился. Вы, да блин, антижесть от этого заяца. Я иду его убивать, все. Я иду его убивать, он мой. Давай, давай, давай. Иди ко мне. А я смотрю на твою шизофрению, как ты за пустотой бежишь сейчас и... Как изумец. Вот он, вот он, вот он. Прощай. Мы потеряли джека. Стрельнул в землю, я показываю. Да, да, да. Акцентирую ваше внимание на земле. Да, да, да. Разделывает землю. Я разделываю тени от земли. По-моему, кто был в Италии, еще был вишним, да? Да, действительно. Джать. Что ты там берешь-то? Кусок мяса. Прикинь. Может, тебе и друзья воображаем, ты вообще один бегаешь здесь. Дерево подошел, смотри. Так, я сейчас буду делать этот. Я сейчас буду делать это интересно, я буду делать... У меня топорика нет. У меня есть топорик. Ну, они здесь целая куча. Ну, блин, я просто думал сразу, что зажали, пока будут в лесу. Конечно. Ты костерчик решил развести что-то? Да, разведи костерчик, пожалуйста. Так, ну-ка, пожарим нас. Есть. А спичку у тебя резче стрел? Все есть. Ну, когда я не нужен, я буду в кусте прятаться. Давай. Да, я не нужен. Так, не замерз. Так, давай. О, кустерчик вижу. Ага. Лайф файер. Жгу-жгу. Давай. Ну-ка. Блин, как мне эта винтовка нравится? Конечно, мне больше другая своя нравилась. ПМ-16 с окопом, по-моему. Нету этой. А у твоей, по-моему, фонарик есть, да? Да. Не забудь потушить. Готовить мясо. Ну да, я следы за ним не буду оставлять. Именно. Почему у тебя такие ботинки палевные? С таким каком пляжем. Это ж капель. Да, нормально. Ну, можешь снять их. Луки в ботинках. Интересно, какой размер у луки. Так, все потушили. Все идем, да. Рванули. Мы, кстати, почти на месте. Какой почти на месте? У нас же 0202 квадрат. Я вас подбадриваю. Вы почти пришли. А, вот, понятно. Мы уже почти. Не 0202. 02824. А ну давай оценим. 2824. Да, мы уже почти тут. Давай, наверное, по лесовой стороне лучше пройдем. Не, я просто осмотреться. Чтобы я не стал подниматься и спорить за это. Угу. Мы как раз посидели. Кастлик попалили. Силы восстановились. Можем на спринте бежать. Да. Вот. Звездно. Могу бегать здесь. Угу. Артур нет. Тоже может. Просто он не хочет. А, вот да. И ребенки. Он экономит силы. Да у меня старый уже. Лысый дяденька видите. Угу. Зато на опыте. Да. Опыта. Блин, Жек Шепард, как ты меня спас тогда, когда с завода выходили. До отца. Это да. Пас. Мне. Пас заднюю полусферу. Напомните мне, а то я не в теме. Ну, тогда на нас двое человек напало из-за сада. На заводе, на арфекторе на этом, около Березина. То есть вниз, рядом с поляной. А. Ярослав когда напал. Субботничный серий. В общем. Можешь посмотреть потом. Если не видел. Ну и как на Ярослав на вас нападал, я это видел. Потом снайпер пошел нас убивать. И это было настолько по-дилетантски, что... Ну я вообще не знаю. Как можно, зная позицию врага не убить его? Самое-то главное. Мы-то думали, что это все как бы... Ну, поначалу это вообще, когда первого убили, думали, что это все спонтанно. Ну, просто игрок там какой-то левый. Угу. Потом, когда уже второй побежал, убили, поняли кто это. И уже поняли. Народ Али говорит. Подстроено все. Дело в том, что у нас в тот момент на фильтре просто стояло, как и Ярослава, потому что мы с ним играли. Бета-патч такой-то такой. Там всего пять семеров там высвечивалось. Там найти было не очень сложно у нас. По моему нику, сержант Шепард, они поняли, что это я. Артур, это был Олдман, уже нет. Ну, было весело. Да, было весело. И потом мы поняли к середине серии, что я всех убил в итоге. Ой, я отдыхаться начинаю. Пока нормально. Кстати, Артур, помнишь, ты говорил про отверстие в винтовке? Мне человек написал, что это для того, чтобы она была легче, и в нее ничего сувать не надо. Секунду, у нас же стрела отваливается. А у меня вообще... Артур, у нас вот человек вылетел, у него выключили свет. К счастью, его не выкинул в пустыню, как раз то, про что он говорил. И веди нас тогда дальше. Повезло, пойдем. Вообще нам, по идее, бежать еще минут пять? Минуты три. Даже три? Угу. Если место, оно вот очень неприкормленное. Очень неприкормленное. Я, наверное, когда лежал там, ну, прикрывал сам Урал и ждал своих друзей, когда они унесли колеса, я дождался до ребута сервера и крылся в пустыне, поэтому там никого не было. Угу. Просто, ну, по-любому, место может быть прикормленное. Это моя паранойя, как обычно бывает во мне. Но мы сейчас проверим сначала. Убежать далеко, естественно. Пасет кто-нибудь, не пасет там. Сначала мы все грамотно посмотрим. А идея на сервере не так, чтобы много, но там есть Ахмад, я думаю. Не так, чтобы много, но мы уже парня на квадроцикле приняли. Да. Подобие руки. И я думаю, что вполне возможно он сейчас начнет кричать о месте. Убежит сюда, да? А затем время два часа. Да, сейчас выключим. Это прекрасно. А с чего взяли, что он не ехал, как раз таки, проверить Урал? Ну, значит, вполне может быть ехать, по-моему. Нет, он подобрался до севера, до самого. И потом мог просто по горам, по глядей ехать. Чтобы выжигать контакт. Да, ехал такие три. Дяга. Вуки человек с синий белым лицом, да. И сам пишет. Самое интересное, он вообще понял, что его убило? Ультима и Тима у нас. Я сомневаюсь, честно говоря, он уже нас не бил, далеко был. Да. Потому что он сошел первый быстрый, это точно. Потому что я первый мне попал, а вторым сбил его прямо с седла. Расшарашивало. Ага. Он едет такой, не знаю, под какую-нибудь музыку, ну погоди, да. Адреналина в крови было немерено. Не знаю, я как-то вообще спокоен был. Я уже привык ко всем этим делам, похоже. Я помню, что я уже понял. Вот куда стрелял. Мужик едет, я такой вот, нет, кто. Артур заметил, я тоже не слышал. Наушники хорошие. Мы порой на месте. Короче говоря, это на месте. Да. То есть, может, надо присесть, нет. Берем. Сейчас будем на месте. Так, чтобы на месте. Ну так. Да, сейчас я посмотрю еще раз. Наш квадрат 17-19. А это значит 17-19. Где же скалка? А, скалка ниже. Идем на юг. На юг. На юг. На юг. Угу. Так, я уже вижу, я уже вижу тут завод. Там завод есть? Да, по-видимому. В нём нельзя зайти, но там написано, что промышленная местность. Ага. Как все-таки круто бежать куда-то за транспортом, и знать, что он там как бы, да. Ну, урал сейчас очень часто стали матерые ребята забирать. Как думаете, почему? Потому что это русские ребята. Нет, потому что он влезает. Вот-вот. В него влезает 100 слотов. Они в нём складируют и оружие, и всё что кое-что. Ну, вот здесь. Вот здесь можно перейти на корточки. А по человекам? Человеков. Сколько людей? Да трое. Трое. Твоя может быть. Нет, а в этом кузове. Может быть, пузырь ещё. Тут ничего не знаю. Честно. Ну, я думаю, явно больше, чем в аранжеровере даже. Угу. Так, уже, по-моему, пора осматриваться потихоньку. Да, да, да. Ну, вроде вот тут такие места, с которых почти никто не будет. Кто-то завяжет на тепло. Да, мы почти пришли. Пискаемся аккуратнее. Так-то вроде спокойно всё. Спокойно всё пока стоять не началось. Да, да, да. Но я пока придерживаюсь этой версии, что это действительно было разведчих насчёт Урала. Ему-то больше нечего было делать. Да. На подходах так как не Урала, там нет парня. На шоку на улице заходи 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 за. Сейчас представляете, и лет полет по нашу душу прилетит. Ну, это я собью, не переживаю. Да я не парюсь, я просто хочу это увидеть. Нет, один раз летал. Ладно, я конечно не хочу про это рассказывать. Опять скажешь, что между сериями всё самое. Просто так играл ради фана. И вертолёт летал как раз где-то вот по береговой линии. И люди с боковых пулемётов расшарашили на любое движение. Было круто, весело. Так, вот сейчас мы аккуратненько высадим свои головы из леса и посмотрим по сторонам. Давай. Видите впереди завод? А, да. Наша цель. Знакомьтесь. Завод Blackjack. Blackjack завод. Очень приятно. Так, я вот тут вот сейчас две сосенки торчат. Я между ними залезу. Из бинотки что ли попалёт? Да, тут надо сбежать. У меня есть дальномер, если чё. Был, наверное. У меня дальномер. Уже, наверное, был. Ну-ка, чё он у меня достанет? Дальномер. Нет? Так, наверное, бинот. Ну, само, короче говоря, эта постройка сама прячется за складкой местности. Не видно. Есть там. По-моему, там есть Урал. Вроде как я его вижу. Он же с тентом, да? Он под навесом должен стоять. Я вижу чё-то типа светлого, крышка. Я пока просматриваю горы рядом, а потом посмотрим, может, что там. Там, кстати, зомби убитый лежит. Видите дальше? А, возможно, он упал, разбился. Нет, он дальше где-то метрах, наверное, двадцати. Лежит у дороги зомби. Я вижу снайпер, алё. Я лежит напрягу. А, это заяц. Господи. Тут дальше по дороге, уходящей от этого завода, лежит четыре зомби убитых. Левее или правее? Ну, если ты смотришь отсюда, то вдаль, за ним, идёт дорога, чуть-чуть правее от него. И вот рядом с ней лежат... Блин, как бы тебе сейчас... А это не трупы, это корни. Я тоже думал, что трупы зомби. Это корни. Один из них между двух кустов, да? Да. Это корни. Это корни деревьев. Я, по началу, тоже думал, что это зомби мертвые. Снайпер мертвый зомби. Корни и зомби. Я уже думаю, что происходит, да. Вместо снайпера заяц лежит. Да. Пойдём. Зайдём с горочкой. Мы уже всё видим. Согласен. Сюда налево горку, всё же, посмотрели он там на камушке. Так, ну, хорошо. Есть там какие-то супостопы? Я Джека Шепарда абсолютно не вижу только на камуфляже. Да его вообще... Блин, Джек Шепард ещё иногда сам любит теряться. Вон он бежит. А, да точно. Где? Да. И потом он такой... Ну ты же меня, наверное, видишь, скажи, где ты, где ты находишься. Я его хрену видишь, ну, как это... Большинство решили. Полнорос. 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 Кстати говоря, здесь вот уже по опушке побежать полнорос достаточно опасно, потому что расстояние видны палки. Засечь легко. Да. Да мне кажется, если кто-то палит именно вот мотоцикл, то вряд ли не буду вот сюда именно в нашли я смотрю. Кстати, отсюда можно завод как-то посмотреть. Так. Еще дальше обойдем. Или через поле пройдем. Да. Да ко мне дойдем, я думаю, да. Да. По самом деле, урал должен быть вот под тем навесом. И, к сожалению, я его не вижу. Только не говори, что наш камень переборола твою. Все-таки та. Нет, да. Так, давайте перебежим, наверное, через поле. Судя по всему, нет. Ну, давай попробуем. Только... ... Нужно подальше друг от друга держаться, что ли? Я уже перешел, я уже у елочки. Хорошо. Я добежал до первых елочек, что у вас, наверное. Тут можно быстрее во весь рост. Я вообще вас не вижу. Наса, мы друг друга видим. Да, мы посмотрим на скалы. На скалы. Смотрю. Вот, мы прям перед ними что ли уже? Да. А, ну я к ним еще подхожу. Давай. Я пока пытаюсь тебя засечь. Ну, я вижу вас. Бу? А, я тебя тоже вижу. Бу? Бу? Место приметное. Здесь, может, палатки могут быть. Угу. Ну, я напоминаю, здесь в пустыне появляются люди, так что вряд ли. А, да-да-да. Тогда тут палаток не будет. Ну что, следующий пункт следствия. Мы сейчас, конечно, сходим туда, наверное, посмотрим, что у нас там. Как на это смотрите. Робята. Угу. А там не заходные же помещения? Нет, не заходные. Блин. Да. Нет у Врала. Да, там вообще ничего нет. Следующий, наверное, пункт наш. Зеленая гора. А, машина. Машина. Друг мой. Друг мой. Машина, ребята. Я прям за камнями. Здесь машина. А у нас с четырьмя колесами, но она для двоих помещиков, которые мы с тобой находили. Пикапишься? Да-да-да. Он тут. Он тут. Прям за камнями. Бля, твоя карма все-таки за рулевает. Я там про Ауру все рассказывал. Да-да-да. Ну нашел я. Вот отлично. Вот смотри, 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 за этой горкой. Только я бы и постеснялся заходить туда. Точно. Говорю ведь. Так она на полном ходу. Полностью целая я ей говорю. Ребята, ребята. А она разве на двоих? Давайте я в багажнике поеду. Я могу тоже на багажнике. Давай, подождите. Сначала мы должны ее обыскивать. Кто у нас у чего? Так, вы давайте ее обыскиваете, а я... Смотрим, что там. А там внутри пусто. Тут тут, что ли, пока. Нам нужна канистра срочно. А там нету этой бензины. Подождите. Давайте вообще посмотрим, мы втроем не влезаем. Она ждут местных по моему. Влезаем, влезаем. Влезаем. Ну, бензина я бы не сказал, что многое, я бы не сказал, что мало. Я сяду на зал. Половина первого отделения, короче. Сел? Так, и сел. Более, какая красавица. Да. Да, он куда, ребята. Нет, я просто... Я нажал. Лучше движок. Не могу здесь назад. Нет, я же говорю, он двухместный. Что ты будешь делать? А нет, right in the back, оно. Нет, это он как раз сядет. Да, да, на пассажира. Блин. Ну что делать? Теперь знаем, нычку. Так, ну я из вредности сейчас кое-что сделаю. Я так и понял. Давай, пока не смотри. Не съест, так не откусает, да? А их нельзя? А их нельзя? Ничего с машины снять ведь нельзя. С этой нет она. Дай в одну ячку. Всё. Красава. А в запаску можно? Она сдуется? Нет? Нет, запаску снять нельзя. Слышишь, она... Смотри, как она выпьет с этими колесами. Она просто поворачивать будет, по-моему, прекрасно. У кого-нибудь есть и крената? Нет. Я хочу её с горки скатить. Я же могу выскочить, да? Можешь, но... Можешь, но ноги можешь плавать. Ну давай, мы тебя подстрахуем. И все. Отром нет. Хе-хе-хе-хе. Блин, как не обидел. Да, как не надо. Не упрыгивать из машины. И Джек не делает. Ополагает. Нормально. Вот так оставь. Пусть бензин живёт. А, пусть ещё раз. Так, и куда мне нужно, блин. Надо. в плотно в 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 сперти причем нето у к лабирам начинка на закупон в в педагогическом вот давайте вообще с этой серии может бандитсов по черному точно то пошло в педагогу он в полном случае прямо по черному тогда да увидел убил у меня власти у нас не совсем по полному только с тех кто может получить профит да то есть таки так не будем делать потому что и на полотно в том вполне себе это будет оправданием а давайте ребята вы и там может кому нибудь дпс отдать потому что у меня колесико мыши сломано но если я приближаю оно удаляется сразу на такое же состояние а ты поставил метку я ее вижу кстати а вот на это поставил метку ну вот мои зрители наверное видят колесо прокручиваю оно обратно прокручивается на такое же состояние поэтому мне сейчас не вариантом увеличить и уменьшать я могу просто понимать истинно лучше за вами буду бежать так же до меня скинь пока скинь джеку а я поведу давайте наверное следующее наша цель или зеленая города да зеленая гора там надеюсь машина будет тоже надеюсь пойдем почему вот эта машина не забывайте снять мы бы ее разобрали по частям в рамках в рамках нашли оболченых кварталах и америка в рамках на кирпичке поставят подключение кубок машин и записку здесь были джек шестерила мы кстати опять подходим к этому от завода вот завод видите навесик вот прямо там и вход такой в котором нельзя зайти вот там обычно под треугольным да стоит уральчик и эта машина была чья то ну понятно что она сама там не появилась возможно хозяин машины сейчас ехал на квадроцикле возможно хозяин машины сейчас матерится смотрим видео пишет бешеные комментарии когда вы достали человек напишут что это выбирает он я был на квадроцикле этого плана я машина мы хотим так но и заботы я лично не говорю желание переходить на то что не дали я думаю поляра стране пройдет азимов какой вообще нам нужно обратить вдоль дороги сейчас спрашиваю в ладжи средства ломается и разумов и беззаванных да если с нами я просто по декорству тоже особо я по спине ориентирующих у меня работе а по компасу ориентирующих эти машины есть нет но это вот уже пишет продвижно похоже было да 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 там у него там жарко очень у меня сегодня холодно а так что если вы какие то посторонние звуки ну реально жарко не вертолеты и не машины это на улице чем у тебя хорошие ножницы в пятиметрах окно не но я все таки услышал этого квадроциклиста а здесь я думаю нет смысла бежать вот так вот полуэтот по пустышке то если будет снайпера уровня как ты то мы точно спали снайпера уровня как я здесь не ходят компания необычного на старых соборах на военных аэропортах в тех краях хотя я помню что это как раз план фанатиков и у них была база на дамбе победы очень много палаток и они посменно менялись на горке охранял снайпер всегда лагерь но тут так и нужно играть и хочу пить хочу то есть нужно как-то жить в этой игре а не просто воспринимать игре какой-нибудь м на перстраке все получится это вопрос не будет чем все и мало так всего на в сфере выходите по лесу здесь 225 километров из них почти все это лет в комментариях одной серии написано в сфере особенно понравился план когда они по лесу бегле как бы в этом году с первой минуты по сфере динкопа сфера по сфере сфере но я в том числе плана выкладывается в том числе просто в маленьком долине же садик шеппорт походу за мной решил бежать побои попрыгнуть так я пить хочу но у меня еще пить я попил соду в тех камуфляжах а я человек полева дайте попить нечемте давай что у нас я тут у южки я нашел но если вы есть три полных фляги с водой и одна баночка с газировкой в сумке лежит для тебя в моей можешь взять бутылку водой сейчас я пока вас покрою мало ли хорошо спасибо не вопрос выпил теперь у меня две пустых фляги надо будет их наполнить что то на этом сервере темно несмотря на то что два часа дня да не так я вот например у меня чуть повыше приходится ездить на уровень монитора низкие настройки графики рулят да и продвигаешь хаткор массу да да так как тут становится бежит я снова как то так знаешь уже иду за тобой потом бац смотрю слева такая нет у нас рулевой хороший теперь есть не будешь страдать от моего кретинизма топографического блин как мне понравилось это выражение я постоянно использую мне есть патология генетики так ты отстал опять а нет все рядом да он просто сливается так же по горах века вижу город зеленый город мы что так бы сомневаться нет 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 я просто город давайте на весь рост чем да я тоже интересно сколько за это серия найду вы не кстати серия пора заканчивать но я думаю сейчас сегодня я дамы да вылетел шестерлова времени и сейчас пока мы и вообще переживали вместе спуску и побольше но еще минута 15 но так да сегодня у нас никто никуда не торопится слава богу вот вот о о о но для него целое озеро у меня так и гранина полная я к этим озерам у меня векло объекты пустые я выхожу к этим озерам я уже плохо отношусь не подходите рюкзак сними оу в смысле утопишь это нормально это нормально это надо было мне говорить когда то сейчас же переработаю сейчас необязательно даже воду заходить новость для меня я бы только что бы газировку выпил в больнине хочется газировки сейчас я наверное сразу попью и наберу еще я вот только что попил так что даже смысл нет давайте давайте так смотреть пока что короче говоря я пропал провалился между камнем и камышами на одном таком озере не мог оттуда выбраться у меня из меня все выпало и даже бэкпэк потом я зашел на другой север к удивлению я точно так же там висел на одном месте короче пришлось в итоге кое-как я оттуда выбрался через кнопку В через эти ну то есть перепрыгивание через забор но после этого ко всем этим озерам вообще блин просто только что хотел тискать кнопку В пробовал и ты говоришь сделал видишь знаешь ну тоже опыт есть опыт своя история с озерами да тут Деха Шепарда самая смешная была горе а ну расскажи нам а вот посмотришь видео как я потерял свое снаряжение да не писал там смешно было просто поржать а я ходил на черное озеро которое находится не вот не северо-западный аэропорт рядом с которым мы сейчас а северо-восточный там есть черное озеро там спавнилась два внедорожника около красностава да и я решил туда сходить и тоже застрял и тут убирался кнопкой В но печаль состояла в том что на моей дороге был обрыв я сломал себе обе ноги но выбрался я выбрался без ноги раньше вообще тупо было тупо рулетка была на середину озера заплываешь либо утонешь то есть потеряешь все вещи либо наберешь нормальную воду это сейчас можно просто подходит где-то в метре находишься от воды ты уже можешь набирать а говорят из моря теперь нельзя набирать воду нельзя потому что она соленая прекрасно вообще игра все лучше и лучше становится да скоро можно будет патроны перемещать наверное из магазинов чтоб знаете остается четыре магазина и в каждом по патрончику некоторые говорят когда мол вот все ее будете покачать постоянно что-то новое постоянно интересно пока игра развивается это помогает такая атмосфера просто что скучно быть не может просто никогда да ну скучно будет только тому кто не может себе поставить цели что именно он хочет делать то есть то есть так я там думаешь это дом давайте оценим вот я думаю потому что он является пока сверху квадрата посмотрите что я думаю пока что не знаю как бы убивать зомби буду я наверное да почему у меня зимов и у меня глушак нет здесь просто на самом деле смысла то нет их убивать нет я говорю я вообще говорю просто видел зомби его так слов тут у нас пистолет есть с глушаками по идее и патронов к ним куча ну как куча ну в принципе да но у тебя тоже не куча патронов нет зато по 30 выстрелов на каждой обойне которых у меня 8 штук 8? да а ну тогда все вопрос нет нет у меня немножко печальный новости скоро леса у нас окончится нет мы идем нам на лес да леса скоро не будет это мы сейчас где находимся а рядом с лопатина 2040 дайте мне кто нибудь карту у меня же была цветка нук 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 так я бы честно отдал но я что на свету поэтому нет в смысле карты именно я джиппес отдал просто чтобы понимать вообще примерно где нахожусь мы примерно сантиметров 8 от лопатина вверх на север смотришь при каком приближении ну да то есть по квадратам да да масштаб именно по большим квадратам да понятно так ну ладно идем рванем а ты где такой вообще на физию себе нашего раскраску я там только зомби видел нет я видел какую да зовут его вильям какой то а да это был фильм это был фильм волос храброе сердце короче фильм по моему называется о наглец еще один наглец еще один наглец да он гибсоном что мы наглецем ну я по дорогам уже вообще не хожу никогда вообще он правильно говорит но как то бред такое глухое место ну ладно нам простительно это да мы тут как бы это мы царим мы нашли две машины и убили какого то бедного человека на подроцикле это наша территория да где мы ее даем второе я считаю уже времени прошло между делом в принципе у нас по моим часам 34 минуты на плюс минут 15 где мы там бегали с машиной так что можно вот здесь на опушке закончить ну давайте давайте закончим так где-то там буквально рядом встать я напоследок скажи как перекатываться крутой кнопкой я участвую ну вот ты ложишься ложишься и куе уху блин офигеть ну и парал ролл эй ладно ладно все садимся так ну в общем дорогие зрители на этом мы заканчиваем с полезным приобретением у нас отличный игрок с нами шустрила я очень рад что он с нами играет попрощайтесь бойцы всем пока всем пока увидимся в следующих сериях с вами были Артур Блэк Джек Шепард и шустрила надеюсь вам понравилось пока 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 в следующих сериях в следующих сериях в следующих сериях